Орудия крупного калибра и бронетехника. Боевики на Донбассе не ослабляют натиск на украинские позиции. За сегодня 28 обстрелов. Запрещенные минометы противник использовал возле Троицкого, а в районе Луганского задействовал БМП. Не прекращается огонь и на Донецком направлении. На позициях в Зайцеве побывал мой коллега Игорь Левенок. Поселок Зайцево, так называемая серая зона, за несколько сотен метров уже оккупированная территория. На подконтрольной украинской армии части населенного пункта собрались мирные жители. К ним приехали волонтеры и миссия Красного Креста. Раздают гуманитарную помощь. Продукты, средства гигиены, топливо. Ради безопасности гражданских наши армейцы через АБСЕ запросили у боевиков режим тишины на несколько часов. Но все зря. Оккупантам на это наплевать. Стрельба не утихает. Стреляли бы такие, что были, не дай бог. Вечером хорошо стреляли. Оттуда вот. Бойцы говорят, у врага накануне произошла ротация. Поэтому новоприбывшие боевики пристреливаются. Уже сутки палят непрерывно. Это так называемое перемирие с их стороны. Это больше похоже на СП. Солдаты говорят, после объявления режима тишины, боевые действия должны прекратиться. Тогда обычно обе стороны пытаются укрепить свои позиции. Это логично. И так поступают по правилам войны. Но у врага свои каноны. Они захочут стрелять, стреляют. Не захочут, не стреляют. Власне, когда мы делаем инженерные работы, то у нас постоянно мы под обстрелом. Вне зависимости. Вне зависимости, вот есть яскравый пример. Сейчас вы слышите вибухи. И если появляется где-то установленная в видеокамера, или ведутся работы, как в данном случае работает экскаватор, то также воздаются вибухи, и идут обстрелы под постоянным огнем. Увеличение количества обстрелов солдаты связывают еще и с очередным гумхонвоем. Говорят, на днях из России боевикам подвезли боеприпасы. Из Донецкой области Игорь Левенок, Вадим Ревун, Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер.